Ребят, сегодня седьмой день нашей экспедиции, мы добрались до нашей главной цели, основной цели, это Мультинское озеро. Сказать, что оно очень красивое, необычное, неповторимое, это ничего не сказать. 8 часов горного бездорожья, тяжелого бездорожья, стоили того, чтобы мы оказались на берегу этого, одного из самых прекраснейших озер Алтая. Теперь внимание на озеро. Субтитры создавал DimaTorzok Вода, кстати, кристально чистая, и что самое интересное, вода теплая. Мы будем купаться чуть позже, снимем обязательно. Несмотря на то, что озеро находится над уровнем моря 1650 метров, несмотря на это, вода довольно-таки очень теплая. Я не знаю, камера передает или нет, вот это богиня Алтая, по поверью, на этом прям озере, вот богиня Алтая, если вот видно будет, вот лицо, это косы, а вот это, это грудь. Вот, я не знаю, на камеру будет видно, нет, вживую, воочию видно, видно очень хорошо, вот, такой прям вид, очень хороший вид, такой алтайской, на самом деле, красавицы, да, вот. Я ее прозвал Алтайская богиня, ну, какую-то из местных тоже это называют Алтайская богиня. Если мы по вероисповеданию посмотрим тенгрианство, то именно женское обличие божества, ее зовут Умай. Поэтому мы можем, так как мы все в корне относимся к тюркам, мы можем прозвать это царицу Умай. Очень красиво. Здесь люди катаются на катерах, вот можно будет подняться до каскадов и посмотреть второе. То есть, это называется Среднее Мультинское озеро, мы сейчас находимся на Нижнем. Здесь очень классный, такая галика на берегу, да, вот даже люди там лежат, отдыхают. То есть, можно позагорать, солнце очень хорошее. Сегодня погода, сегодня погода восстановилась, и с сегодняшнего дня погода будет отличной. Очень рекомендую эту локацию, вот, в первую очередь, рекомендую тем, кто хочет поехать на Алтай. Если это не граждане России, то обязательно нужно будет заранее подумать о пропусках, погранпропусках, чтобы не было проблем, как у нас. Вот, и, в принципе, сюда можно добраться до поселка Мульта, оттуда ходят либо ГАЗ-66, либо УАЗы, вот, можно будет добраться за деньги, привезут вас в провизии сюда. Можете находиться здесь, здесь оборудованы места, вот, и сейчас, кстати, одно из мест я таких сниму. Вот, и 150 рублей с человека в сутки. То есть, это плата за оборудованное место. К нему относятся у нас, спасибо, к нему относятся у нас зона костра, стол, туалет, умывалка. Палатку мы разместили вот прямо здесь. Вот. Это вот наш, это наш вот лагерь. У нас сегодня немного поздний, поздний завтрак немного. Готовим обед, готовим плов. Уже обед? О, спасибо большое, оба хотела. Так, ну что вы готовите нам на завтрак? Еще-очень. На завтрак? Картошка с грибами местными. Ого, с которого дети собрали, да? Да, с которого дети собрали. Вот картошка. Вот с вот этими, анимиз. Вот они, грибы. Как эти грибы называются? А нет, мы из других, мы из маслят приготовили. Маслят. Классно. А сыроежки пока что ждут сыроежки. Маслят и сыроежки сегодня собрали. Две вот такие вот. Дети где? Две желтых полных чашки. Собрали. Они далеко. И у нас тут туристы с картошкой на ужин. Вот такой у нас, в принципе, лагерь. Вот такое у нас оборудованное место. Что самое интересное, туристов огромное количество здесь на озере. А на своих машинах, ну я бы, наверное, сказал бы сюда подниматься не то чтобы не стоит, а нужно 10 раз подумать, прежде чем сюда подняться на своей машине. А, первое. Почему? Потому что дорога на самом деле требует предельной внимательности и требует опыта, чтобы заехать сюда. А, в случае, если автомобиль сломается по пути подъема, это будет проблематично машину спускать на тросу. Вот. И С, ну, после поднятия сюда на машине, ну, на самом деле, ремонт автомобиля после подъема, он в любом случае будет требоваться. Это как минимум, наверное, бампера и как минимум по технической части будет требоваться вложение. Поэтому есть простой очень вариант, это нанять услуги машины местной и за деньги отправиться сюда с провизией. Вот почему мы так не сделали, потому что, почему мы так не сделали, Баха? Почему мы не наняли ГАЗ-66? Да не зачем, это же у нас была цель добраться сюда на своих машинах. Машина у нас подготовлена, потому, конечно, путь был непростой, тяжелый. Ну, оно того стоило, красота здесь, конечно, неописуемого. Вот. Сегодня такой день релакс, у нас отдыхаем после тяжелой дороги. Только что искупался в Мультинском озере и скажу так, что когда возле берега ты трогаешь руками воду, она кажется довольно-таки очень теплой. Она показалась мне очень теплой, но когда я в нее уже нырнул, на самом деле вода мне не показалась теплой, вода очень холодная. Вот горное озеро, есть горное озеро. Все, будем кушать нашим половинкам. Большое спасибо за Вастархан, за этот стол, за Бурсаки. На здоровье. Мультинское озеро, 1650 метров. Вода. Холодная. Холодная, подсказывает. Ну, мы по традиции обязательно в любое озеро, куда мы приезжаем, мы ныряем. Пойдемте, дети. Дэми, пошли. Дэми, пошли. Дэми, пошли, дай, пойдем. Пошли. Не надо, у тебя холодная волоса. Ребята, всем привет. Проснулись. Сегодня тоже пораньше. 8 утра. У нас был подъем. Палатку мы установили. Прям вот наша палатка позади. И вот у нас озеро. То есть, путь к озеру у нас буквально 10 метров. С утра полил дождик немного. Погодка вот немного испортилась чуть-чуть. Ждем. Ждем солнышка. Потому что у нас сегодня по плану. Мы должны посетить второе Мультинское озеро, среднее, и подняться к его окончанию. У нас вчера произошел инцидент. Закончились вот такие вот газовые баллоны наши. Зеленый, красный. Оба закончились. Ну, благо, были запасные баллончики под вот эту горелку красную. Сюда у нас 4 запасных нашли баллон. Как спали, ребята? Супер. Я первый раз успелась. Что у нас на завтрак сегодня, девчонки? На завтрак блинчики, бурсаки. Ого. А дальше будем импровизировать. Круто, круто. Блинчики, бурсаки. Как, Наилечка, не замерзнули ночью? Хорошо было? Что можешь сказать об этом озере? Очень красивое. Сюда, сядь. Очень красивое и холодное. Ага, ты даже купалась, да, в нем? Нет. А, ты не купалась? А, ну, значит, понял. Классно. Мы сейчас идем буквально где-то метров 100, наверное, расстояние от нашей палатки на берегу до нашего второго лагеря, где у нас расположились. Макс с Бахой. Палатку, в которой спал Макс. Доброе утро. Как спалось? Замечательно. Жарко было? Да. Было жарко. Сегодня было теплее, чем вчера. А было теплее, потому что использовали альпинистскую палатку Red Fox высотную. В связи с тем, что стоите. А, Владимир, не говори, что ты рекомендую шить? Тебе платье, что ли? Нет, ну, хорошая палатка, она у нас 15 лет ослужила. Даже как 15 лет. В 2003-м ее купили, вот эту палатку, в 2003-м году. Ну, да, она порвалась вот здесь вот, как замок у нее сломался. Вот. Ну, не успел зашить. Ну, сколько уже лет, получается? С 2003-го. 19 лет, получается, Макс. 19 лет? Да, она служит 19 лет. Офигеть. И, ну, стойки вот эти 19 лет служат. Red Fox уже не тот, да? Ну, Red Fox, возможно, не тот, да? Потому что вчера ставили палатку Ишмата, у нее стойки все сломались. Хотя палатке 3 года. Вот. То есть качество, возможно, мы можем предположить, что испортилось. Что скажешь насчет птенчика? Очень мило. Очень мило. Надо его отнести, где гнездо, где он выпал. Давайте отнесем, может быть, мамочка его заберет. Вот. Здесь у него... И я хочу его поливать. Здесь у него где-то в этом месте было гнездо. Вот тут примерно. Пойдемте. Шли по пути, увидели птенчик прямо на берегу. Вот, судя по всему, может быть, он с гнезда выпал. Мы что-то не знаем. Вот. Там, где мы его нашли, сейчас мы на это место его... Бери в ручки, осторожно. Осторожно. В ручки взял. Вот туда пойдем. Вот сюда, где трактор. Осторожно, осторожно. Вот. Все. В принципе, все-все-все. Все, пусть он летит дальше. Все, пусть сидит. Пойдемте. Дорогу уже дальше сам найдет. Пошлись. Нет, он дорогу не сам не найдет. Пойдем. Так, отплываем в сторону. На катере до конца проблевем нижнего Мультинского озера. Далее планируем подняться пешком до среднего Мультинского. До второго озера запечатлеть красоту. Сегодня с утра поливал дождь. И вот только буквально сейчас время уже по местному два уже дня. И только дождь прекратился сейчас. Тут это радует. Сейчас мы будем ехать на другое озеро в Ситербург. Классно. Продолжение следует. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Идем идти буквально совсем чуть-чуть Поэтому рекомендую всем, кто будет на Первом Ультинском озере Обязательно подняться на Второе У нас сегодня Ишмат убежал на, он был на Втором, на Третьем озере И еще убежал на Поперечное Вот я думаю, что там очень красиво Тропа здесь у нас вот какая вот Чуть-чуть влажная после дождя Ура Мы на Среднем Ультинском озере Вот так он выглядит Очень схожи с Первым озером Здесь такой вот Каменистый Каменистый такой вот перешейк между озерами Вот одно озеро перетекает в другое Такой типа каменного каскада Нам сказали, что здесь ходит катер В том числе на этом озере Вот, но пока мы не видим пирс Где здесь можно поставить катер Потому что берег каменистый И с той стороны болотистый Вот поэтому не можем понять, где здесь катер Вот, ну думаю, что достаточно нам этих двух озер Вот, мы после того, как насладимся здесь тишиной Сходим еще на каскады, посмотрим при спуске Вот, после этого будем возвращаться обратно Потому что у нас баня Скоро, вот, мы заказали баню на 3 часа Хотим испробовать, как говорится, алтайскую баню И плюс после 8 дней пути Хочется на самом деле искупнуться Пропариться хорошенько И окунуться еще раз в замечательное, прекрасное Мультинское озеро В такую прекрасную алтайскую чашу В такое прекрасное алтайское место Мы очень благодарны духам Алтая За то, что мы смогли добраться Смогли добраться до этого озера Смогли добраться сюда, увидеть это Благодарим Вот, здесь особенная энергия на Алтае Она очень такая, не схожая с другими местами Вот, есть какая-то загадочность, таинственность, мистика Вот это все Алтай Про экспедиции Алматы 2022 Алтай, Россия Мы с всем составом, столько детей у нас Самому младшему нашему ребенку 8 месяцев в животе, который поднялся Потом идет старший, вот, 9 месяцев уже рожденный Минус 9 месяцев, плюс 8 месяцев У нас есть минус, да, в 9 месяцев Вот, плюс Поэтому, детки молодцы Садыковый, как ваши? Супер, супер Супер, очень красиво Компусик? Ваши? Очень красивая, такая классная обстановка Классная обстановка Дорога До 28 Продъехали До Кульсайей 2 Процессу Тяжелая, тяжелая, тяжелая Молодцы Дорога Так 8 месяца 8 месяц у нас вот и молодец на самом деле и внутри мы не знаем мы не знаем какого пола ребенок вот на самом деле мы решили это узнать в роддоме ну и такой лайфхак для многих чтобы интересно все-таки когда пол не знаешь а в роддоме мы узнаем пол природа это я думаю будет немного так таинственно прикольно вот усямы усямы сегодня день рождения у нас днем рождения чё всем пару слов о месте о походе в который ты сходил классно тут ну просыпаться в свой день рождения в таком месте шикарно классно порекомендовал бы всем до день рождения отмечать в алтай за 3000 километров от алматы отмечать свой день рождения в таком месте мультинские озера проснуться на берегу озера потом сесть на катер приехать на второе озеро пройти каскады всякими не водопады и наслаждаться звуком воды так ребят всех поздравляю со вторым мультинским озером гиб гиб ура гиб гиб ура гиб гиб ура ребят наша долгожданная баня на берегу мультинского озера такой здесь у нас холк баня напомню стоит 2000 рублей час без ограничения здесь у нас мойка так заходим парилка так вот это у нас дверь в парилку и вот у нас парилки здесь парятся кто все готовы сейчас попаримся пойдем наша команда про экспедиции два поколения детишки детишки после бани вот 3 у них заход в озеро вот уже 4 принципе идти на озеро совсем недалеко вот где давай показывай как ты будешь нырять с головой только демни пойдем на пойдем давайте вон в сторону вся мы идем в целом конечно баня на свежем воздухе с такой прекрасной водой вот это незаменимый незаменимая атрибутика отдыха такого вот так смотрите сюда беля смотрите сюда давайте кричим насчет раз-два-три про экспедиции раз-два-три ныряйте по три раза по три раза еще еще ныряй беля еще ныряй ныряй еще сегодня девятый день экспедиции утро мы сегодня стали 8 утра вот мы правда уже время полдвенадцатого мы до сих пор все никак выехать не можем огромное количество вещей собрали автомобиль путь предстоит стоит не близки нам нужно будет преодолеть буквально вот эти 10 километров тяжелую бездорожность по которым мы поднимались 8 часов теперь мы посмотрим какое количество времени у нас займет спуск понятно что спуск он должен быть легче подъема вот ну учитывая то что мы дорогу уже знаем поэтому собрали мусор до готовить выезду у нас тяжелая надеюсь победим нам их за какое время по крайней вере дорогу знаем сандаром обратно будет всегда легче да так что вот будет легче готовимся убираемся готов спуску готовы конечно защиту амортизатора крепление амортизатора помял раскрутил выпрямил на место и выхлопное тоже на место поставил согнулась в принципе все спуску готовы едем вниз проезжаем рот а а и 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 сквозными 4 км спуска и кое передняя Répиод русну граната отошла судя по всему или пригот аташ 이� самом задник 니 Strande у нас сихой идет очень тяжело сказать что это дорогах это очень громко сказать Засел здесь, дело в том, что колья, чтобы было понимание, на 35-е колеса, подробно Мы идем 2 часа спуск, 4,5 километра пути пройдено Еще получается, порядка 8,5 километров нам нужно пройти Причем жесткая дорога впереди, самая жесткая Молодая леди, что вы скажете об этой дороге? Очень ужасная Ужасная дорога, да? Тогда давай, наезжай в нее Стой, 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 стой Цепляем лебедку за 105-го крузака Пока лебедку цепляем, ее на смородину здесь нашла Так, смотрим А тут уже и облака Ба, какая красивая Последний участок у нас Осталось 100 метров До победного конца спуска И можно будет сказать, что мы финишировали этот участок Оказывается, подъем с Моральника до Мультинского 13 километров И обратно 13 Туда мы шли 8 часов Сейчас мы идем ровно 4 часа Мы эту трассу закрываем Такое время быстрее Последний участок сложный, который остался вот здесь Здесь чуть машину не опрокинуло мою Чуть не на бок не сел Вот, теперь у нас идет экипаж Баха Поздравляю с прохождением маршрута спуска Благополучного Ура Мы сделали это Все, поздравляю, Баха С преодолением маршрута Ура Мы сделали это Ура Всех со спуском Спасибо Спасибо Гиб гиб Ура Гиб гиб Ура Гиб гиб Ура 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 Мы так счастливы, что вернулись 8 часов подъема 13 километров на Мультинские озера И 13 километров спуска заняли 4 часа Вот Несмотря на то, что секвой у нас ехал на задней приводе Мы смогли спуститься благополучно В целом Касательно наших автомобилей Несомненно Пострадали пороги, днище Но в основном это все было По защите Вот на моей машине Пострадал задний бампер Мы его прикрепили Заднее крыло Калитка Вот У секвой Полетела граната Судя по всему Либо привод передний Вот не работает Потом Оторвался глушак Тоже Получается Бампер сломался Задний Вот И подножки Вот у патруля В принципе У патруля все ровно Ну в принципе там все металлическое Там ломаться нечем Аккум только Да Патруля только акум А, лебедка у патруля сломалась Нет А так Работает А ну все так Так в целом Задымилось Все хорошо Все Мы возвращаемся В сторону Чуйского тракта Все счастливые, довольные Солнечная погода Ура Аллилуйя Алтайские духи выпустили на Смутинских озер Так Ну давайте пару фраз тогда Как вас зовут? Я зовут Вячеслав Ну Вячеслав Ну здесь называют обычно Тайга Если вы Пошагачий И вылагает Тайга Классно Классно Да Ну Да Раз вас видите На нашей земле Надеюсь Послушайте советы И завтра попадете В местах Спасибо Да вот благодаря Вячеславу Мы вот тут прям стояли Чинились Продукты покупали И вот Вячеслав Мы говорим Съездить на Красный город Здесь всего 56 километров Три красивых озера Водопад Вот у нас по плану Было в списке Это Красного озера Но после Рубилова На Мультинский Мы думали Что нам пора сваливать На Чуйский тракт Вот но нет Нас переубедили Сегодня поедем на слияние Чуй и коксы ночевать А завтра мы поднимаемся На Красное озеро В общем вернул их обратно На правильный путь По старому машинку Спасибо Попробуйте шишки Глю вареные Попробуй вкус Совершенно другой Это вареная кедровая шишка Вареные Классно Вкус другой Это да Вы на ютюбе Теперь будете Ух ты Здорово Привет Напишите мне Вкус другой уже Да Болтай не надо Не ехайте Здесь так Много дорода Мы вернулись В Учках Су Благополучно Сегодня мы переночевали На слиянии рек Чуй и коксы Решили все таки Послушав рекомендации Вячеслава В принципе у нас по плану Было посещение Красной горы Вот но Мы планировали Поехать на гейзеровое озеро В сторону Акташа Поэтому У нас было два варианта Либо едем в Акташ Откуда мы едем В сторону озер Учколь Либо мы едем В сторону Красной горы И все таки Вариант Ну вариант Больше нам Нравится поехать В сторону Красной горы Потому что это всего 56 километров Где-то 3 часа пути Вот ну и по крайней мере Говорят что дорога Не такая ужасная Как На Мультинские озера То есть Дорога Пока же сраем Здесь вот сейчас Хочу показать Реку Вот она Какой вид снег С реки Это Это у нас Речка Получается река Кокса Вот мы ночевали С той стороны Река Чуя Ночевали Прямо на слиянии Вот наши Уже Подъехали Мы готовимся Готовимся К подъему Вот Вчера мы Ночью приехали Поставили Лагерь Покушали Здесь в кафе Огневка В принципе Все нормально Самое главное Машины все Починили Сделали Все Машины в строю Готовы Двигаться дальше Сегодня 56 километров Очень красивой дороги Вот поднимемся На Озеро Красная гора И Там уже будем Локационно Размещаться Машины Ребята Ну вот два часа пути Подъема Вот мы находимся На озере Большая Красная гора Очень красивое место Вот такая вот локация Ребят Мы Разместили Лагерь На берегу Первого озера Красная гора Вот Разместили Нашу палатку Мы будем здесь Это у нас баня Мы ее завтра Закажем Эту баню Она у нас Эта баня Обходится 300 рублей С человека Без ограничения Палатка Место здесь 500 рублей Здесь такая поляна Удобство кемпинга В том Что здесь дрова Туалет Ну и есть Зона костра С одной стороны Это очень хорошо Потому что здесь Мусора нет Очень чисто Так мы Определили наш Лагерь Здесь у нас костер Вот Здесь у нас Здесь у нас Баха под дымом сидит Нишма дрова Нарубит Костерчик жгет Вот там угли Там угли Аккуратно Не потерять Три там Здесь у нас Зона готовки Зона готовки К плову Подготовительный процесс Лук Морковка Курица Кухня И вот такой у нас Выход Выход к озеру Завтра Когда мы будем Купаться в бане Будем нырять В это озеро Так Ну что там Ребят Самат Бешмат Про экспедиции Красная гора Что там Бешмат Плов готовим Да Заточку Против медведя Сделал Готовим плов А как готовим Самиры готовят Ну-ка Самирка Покажи плов Как ты готовишь На костре Вот наш плов Класс Уникальное место Нижнее озеро Под Красной горой Их здесь Люди Местные люди Сами ошибаются Кто-то говорит Семь Кто-то девять Я по карте Посмотрел Подписанных Четыре озера Есть второе Третье Четвертое Там Мы сейчас на первом На самом большом Находимся Завтра с утра Планируем успех На второе Третье Посмотреть Четвертое Там посмотрим По обстоятельствам Приезжайте В Южный Горный Алтай В Российской Федерации Очень крутое место Очень много Уникальных И очень красивых Мест Сейчас встретили В двухсадниках На лошадях Они нам сказали Что они видели Здесь медведя Это буквально В трех километрах Отсюда Довольно Говорит Крупного Но У нас костер Поэтому я думаю Мы обезопасены От того Чтобы медведь Пришел сюда Но все равно Будем более бдительными Места Не очень популярно Среди людей Туристов Не так много Поэтому Медведь Может сюда Загрести На берегу озера Поужинали На берегу озера Сейчас будет Плов готов для вас Вот ваше впечатление Об этом озере Красная гора Уединенное Спокойное место Где можно Классно Попробовать Баха видел? Просто нет И расслабить Народа лесного Туристов Сами Сами себе предоставлен Как будто Наше озеро Кайф Баха рыбачит Чего там Баха Поймала рыбку? Баха Пару слов Об этом месте Место супер Конечно Не знаю Так не передать Эту всю красоту Но место шикарное Не знаю Пытаемся поймать Парель Либо Хариус Попробуем Рыба играет Видно Мы до сих пор Все под впечатлением Этого места Все уехали Мы одни Здесь остались Под нашим управлением Осталась баня Нам сказали Можете пользоваться Баней Администратор Этого места Уехал С супругой В город Вот и туристы Все которые были здесь Снялись Уехали Баня Это вот у нас Вот она Прямо И выход После парилки Выход на озеро Сейчас мы натаскаем Дров За горой Есть дрова Натаскаем дрова Наколем Затопим баню Вот плов практически У нас тоже уже готов Ау Иди сюда Иду Можно твой телефон Можно Можно Что ты скажешь На камеру детям Насчет экспедиции Экспедиции классные Что ты посоветуешь деткам Чтобы они ездили в экспедиции Вместе с нами Вместе с нами Хорошо Ребят Про экспедиции Про экспедиции клуб Присоединяйтесь Ездите с нами в экспедиции С детьми, семьями Дети это не ограничение Для путешествий Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Мы будем очень рады Довольны Пишите комментарии И будем по возможности Больше выезжать в экспедиции Снимать фильмы Для вас Сегодня мой второй день На Большом Красном озере Мы идем в сторону Водопада Между вторым И первым озером Два с половиной километра пути Вот Наш лагерь Как раз находится Вот на той стороне озера Мы идем составом У нас практически В основном все дети Вот Да Состав в основном дети Сейчас мы вот движемся В сторону водопада Решили такую сделать прогулочку Да? Не устал? Вот такой вот участок Здесь каменистый До водопада буквально рукой подать Слышен шум уже Вот Мы в полном составе В полном составе Движемся Вот Поднимаются наши все Потихоньку Так и мы Уходим Уходим вверх Водопад вот уже отсюда Леднеется Давай Баха Вперед Ребят Аллилуйя Мы добрались До водопада Между Большим Красным озером Вот И Между вторым озером Из которого оно вытекает Первое Прошли в районе Двух с половиной километров По тропе Вот Сейчас стоим У подножия водопада Очень красиво Вот такой вот Водопадик С Красной горы Вот Сейчас мы Остановились по пути Вот такие вот шишечки Здесь Мы сейчас хотим Эти шишечки Да Вот такие кедровые шишечки С орешками Мы хотим их Собрать Ой О Вкусно Всяма Бери Аккуратно Вот вторая Смотри Вот вторая Куда упадет Ага Вторая пошла Вчера мы Дело в том Что до озера Белого Мы не добрались Где-то уже В 2 часа ночи Мы встали на ночевку Все были уставшие Вот сейчас время Без 15.10 По алматинскому Без 15.11 По российскому Время Вот мы сейчас движемся Нам осталось буквально 100 километров Добраться до Озера Белое Где мы останавливаемся На один день Сегодня Чтобы отдохнуть Переночевать Набраться сил И завтра С утра Уже без остановки Ехать в Алмату Нужно будет нам Преодолеть Порядка Где-то 1500 Км до дому Потихоньку Движемся Вот наша локация Белое озеро Которое находится Близ поселка Курия Это будет Наша последняя локация Этой экспедиции Где мы В принципе Запишем Финальное видео Этой экспедиции Запустим Возможно Дрон Вот и на этом Нашу экспедицию Мы официально Объявим Алтай 2022 Закрытой И удавшейся Потому что Это основные цели Наша цель Задача Главная экспедиция Была добраться До Мультинских озер На своих собственных машинах Мы это сделали Вот Посетили Усть-Коксинский район Тот район Где мы не были В Алтае Вот Поэтому В целом Экспедиция удалась На отлично Вот Едем дальше Субтитры создавал DimaTorzok